Дорогие друзья, наш выпуск авторской программы Бесагон ТВ выходит неочередным. Именно поэтому мы назвали его экстренным выпуском. Почему? Потому что события, которые происходят, они волнуют всех в общем. И к тому же наши зрители и подписчики просто очень убедительно просили нас высказаться. Мы знаем, сколько есть мнений по этому поводу. И СМИ, и политики, и обыватели. И у нас как бы своя точка зрения. Единственное, о чем я вас прошу, так как в нашей передаче будет достаточно много откровенных кадров, я просил бы вас все-таки детей увезти от экранов, чтобы их не травмировать. Мне хотелось бы вот спокойно, без истерики, без суеты обратиться к фактам, посмотреть последовательность, хронологическую последовательность того, что происходило. То есть есть два основных вопроса. Почему это происходит и кому это выгодно? Попробуем немножко в этом разобраться. Мне бы хотелось обратиться к тем нашим выпускам, вот это я прошу просто вас на этом заострить внимание, которые были раньше, и в 2014 году, и в 2015, и в 2017, и в общем все эти годы, так или иначе, мы возвращались к этому вопросу. Итак, 18 февраля 2014 года начались столкновения между гражданами и силовиками. Это вылилось в ожесточенные столкновения и массовое кровопролитие. Я хочу для начала показать вам один из выпусков нашей передачи, которая была записана в 2018 году, как раз касающийся событий в 2014. Распочинаем церемонию предписания ухода по преувеличению кризис в Украине. 21 февраля достигнута договоренность между оппозицией и между всеми теми, кто требовал ухода Януковича, самим Януковичем и его командой, что он дожидается окончания своего срока, срок заканчивался весной, и он уходит со своего поста и больше не баллотируется. Вроде обо всем договорились. Это не просто обещание, не просто, так сказать, записка. Это официальный документ. Свидетелями подписания были несколько официальных лиц, международных лиц. Это министр иностранных дел Германии Штанмейер и министр иностранных дел Польши Сикорский. А кроме того, руководитель департамента континентальной Европы Министерства иностранных дел Французской Республики Эрик Фурниер. Кроме них, от России был наблюдатель Владимир Лукьян. Бумага подписана. Чего еще нужно? Договорились. Вы уходите, ухожу, когда давайте спокойно досижу и уйду. Все, дальше решайте сами. Ну и нормально, по-человечески. Вроде бы все должны быть удовлетворены. Но нет, буквально. На другой день эта договоренность была нарушена. Янукович был вынужден бежать из Киева и метаться по своей стране, потому что за ним шла нормальная травля, погоня. В принципе, по большому счету, как говорят свидетели, его должны были убить. И если бы не наши спецслужбы, то они бы это сделали. Януковича просто рывком, ночью, вынули из страны и перевезли в Россию. Я не буду подробно останавливаться на атмосфере, в которой жила Украина с того момента, как президентом стал Петр Порошенко. Рейтинг Петра Порошенко не более 7%. Катастрофически низкий. То есть это те 7%, которых он подпустил к той самой кормушке, у которой находится сам. Радикально настроенные националистические элементы, на штыках которых, в принципе, сегодня держится Петр Алексеевич Порошенко. А теперь я хочу немножечко отмотать время и показать вам, как относились граждане Украины к отделению Украины от СССР и приобретению, так сказать, самостийности. Это было в 1991 году. Прошу обратить внимание. Этот выпуск был записан в 2015 году. Раз мы были в Союзе, то в Союзе мы так и будем, так или иначе. Независимо, будем там же мы отдельные государства или совместные. Никаких связей с Россией не будет прерываться. Мы по-прежнему будем вместе с Россией. Ну, просто как-то исходить будем из своей республики. А что вы ждете от независимости? Ну, естественно, больше свободы. Свобода экономическая и улучшение жизни, естественно. А каковы будут взаимоотношения с Россией? На самом таком, на самом хорошем уровне. Ну, другого быть не может, в общем-то. Держаться нам все-таки надо вместе. Вы уже проголосовали сегодня? Так. За что? За независимость. Ну, а как вы считаете, могут возникнуть какие-то спорные вопросы? Нет. Что же стало происходить дальше? И обратите внимание, именно в этом 1991 году в украинские комиссариаты стали вызываться люди призывного возраста, военнослужащие, офицеры. Так вот, эти люди обязаны были подписать такой документ. В случае военной агрессии России обязуются воевать против нее. Вы сейчас обратите внимание. Это как раз в тот же год, когда другие говорили о том, что все нормально, ничего не будет, о чем вы? Уже в это время, уже в это время, в 1991 году, военнослужащие и люди призывного возраста подписывают документ, в котором они обязуются в случае необходимости воевать против России. А теперь давайте сравним. То, что говорили вот те люди, простые, на улицах украинских городов, с тем, что стали публично говорить те, кто эту власть получили. Это официально, так сказать, размещено на сайте. Чтобы создать действительную украинскую Украину, физически ликвидировать всю русскоязычную интеллигенцию и всех украинофобов, быстро, без суда и следствия, расстрелять. Реестр украинофобов на своем участке может составить любой член свободы, казнить всех членов антиукраинских партий и организаций, не только пророссийских, но и прорумынских, провенгерских, протатарских. Проклятое жидовское сообщество не обращает на это внимания. Это сионистское сообщество и стремится к тому, чтобы украинцы исчезли навсегда. Русскоязычная аморфная биомасса живых желудков. Это стадо надо ликвидировать где-то на 5-6 миллионов особей. А в это время идет огромная работа по воздействию на психику детей, маленьких детей, чтобы вырастить целое поколение ненавидящих Россию украинцев. Посмотрите, это выпуски 2016 и 2020 годов. Если кто-то из вас Маричка, нет тут Маричок, правда? Но возможно, что ваша товарища называется Маричка, то никогда не плачьте Маричку Машою. Потому что если она Маша, то это форма не наша. Не хай она иди туда, где эти Маши живут. Если кто-то из Петрика обезвал Петёю, это также не украинский парень. Он должен был бы звезды собраться или научиться украинской мовой правильно называться. Мариночка, ты будешь резать русню? Да. Что, ты будешь срубить? Усню резать! Я буду резать и снюю! Я буду резать и снюю. Мы потеряли Украину не потому, что Украина захотела свободы, а потому что мы своими амбициями, ощущением того, что будет всё как было, какой-то куда не денутся хохлыть. О чём разговор? Есть газ, еда. А там работали. Работали каждый божий день с детьми. И вырастили два поколения, которые никогда не повернутся к России, если не будет катастрофы, катаклизма, крови и так далее. Обратите внимание на то, когда мы об этом говорили. Можно было представить себе, чтобы кто-нибудь на улицах Москвы или другого русского города, тем более ребёнок, пинал бы украинский флаг. А как бы на это среагировал толерантный мир, если бы это делали мы? А когда это делали не мы, он как-то среагировал? Нет. Никак. Мир проспал или не хотел видеть, что возрождается неофашизм в середине Европы. Не верите? Ещё в 2010 году президент Украины Ющенко с трибуны объявил о том, что он награждает посмертно Степана Бендеру званием Героя Украины. Для справки Степан Бендера был осуждён в Польше за убийство пожизненно и до сих пор не реабилитировано. А теперь, коль мы заговорили о Степане Бендере, я хочу, чтобы вы посмотрели, что же такое Бендера и Бендеровцы. Это документ, это воспоминания, реальные воспоминания очевидцев. Из книги «Злодеяния украинских националистов, совершенные против польского населения Волыни» в 1939-1945 годах. 9 ноября 1943 года. Польское село Поросли в районе Сарны. Банда украинских националистов, притворяясь советскими партизанами, вела в заблуждение жителей села, которые в течение дня угощали банду. Вечером бандиты окружили все дома и убили в них польское население. Были убиты 173 человека. Спаслись только два, которые были завалены трупами, и шестилетний мальчик, который притворился убитым. Позднейший осмотр убитых показал исключительную жестокость палачей. Грудные младенцы были прибиты к столам кухонными ножами. С нескольких человек содрали кожу. Женщин насиловали, у некоторых были отрезаны груди. У многих были обрезаны уши, носы, выколоты глаза, обрезаны головы. После резни устроили у местного староста пьянку. После ухода палачей среди раскиданных бутылок, самогона и остатков еды нашли годовалого ребенка, прибитого штуком к столу, а у него во рту торчал недоеденный кем-то из бандитов кусок квашеного огурца. Туровский, Симашко, злодеяния украинских националистов, совершенные против польского населения в Волыне, 39-45-е годы. И вот две области, Донецкая и Луганская, в основном населенные русскоязычными людьми, они не приняли того, что произошло в Киеве. Другими словами, люди Донбасса, которые поняли, что им грозит в результате этого переворота, они решили самоотделиться. И возникли две республики. Донецкая народная республика и Луганская народная республика. Они хотели разговаривать на своем русском языке, они хотели на нем думать, они хотели на нем учиться. И они понимали, что в результате украинской войны они потеряют эту возможность. Они этого не захотели, и поэтому провели референдум, который, естественно, не был принят во внимание пришедшей власти. Ситуация накалялась, и происходящее требовало вмешаться. Тогда, в 2015 году, были подписаны так называемые Минские соглашения. Они были подписаны со стороны Украины, России, представителей ОБСЕ и представителей ДНР и ЛНФ. В чем заключались эти Минские соглашения? Довольно простые, я все не буду перечислять. Но самое главное, прекращение, так сказать, насилия со стороны Украины, это признание республик, это диалог с республиками, это проведение свободных выборов и так далее. По идее, должны были бы договориться обе стороны, и ДНР и ЛНР получали бы особый статус в составе Украины. Кстати говоря, такой статус и в нашей стране есть, и у Чечни или у Татарстана. Это соглашение было подписано. Что же происходит дальше? Как выполнялись условия этого соглашения? Посмотрите. У нас работа будет? У них нет. У нас пенсии будут? У них нет. У нас поддержка людей, детей и пенсионеров будет, а у них нет. У нас дети пойдут в школы и детские сады, а у них они будут сидеть по подвалам, потому что они ничего не умеют делать. Вот так, именно так мы выиграем эту войну. Мы выиграем эту войну. И заметьте, 8 лет. Пока идут эти переговоры, пока цивилизованный мир пытается убедить друг друга в необходимости выполнять Минские соглашения, на Донбассе убивают людей каждый день. Будь ты проклят, Порошенко, твои дети до 7-го года. Будь ты проклят, Порошенко. Жить уже нельзя так. Просто нельзя. Помогите. Кто это может? Помогите нам. Сколько можно? Я жрать хочу. Я пенсию за 7-й месяц не получаю. Очень боимся. В подвалах сидим. Где эта власть, которая там сидит, бесстыжая? И я должна кричать слова Украине. За что? За то, что я всю жизнь проработала, платила налоги, и теперь сижу в подвале. И дети маленькие гибнут руки, ноги отрывают. А я буду кричать слова Украине. За это время на Донбассе погибает 14 тысяч мирных жителей. Среди них сотни детей. То есть вы понимаете, что происходит все одновременно? Тут разговаривают, а тут просто убивают. Пошли дальше. Ну давайте будем честными. Ну что мы вот сейчас-то хотя бы не понимаем, что с нами разговаривали, как с несмышленышами, как с ребенком, которому родители обещают завтра пойти в цирк, а оказывается, что завтра они заняты. То есть мы продолжаем искренне верить в то, что существует закон, международные правила, что наши западные партнеры искренне, как и мы, хотим, чтобы конфликт на Донбассе разряжался дипломатическим путем. Мы в это верим. Что же в это время происходит на Украине? Вот тоже, вот в это самое время. Посмотрите. Фандара! Наши роль! Украинцы! Продолжаются шествия нацистов. На государственном уровне запрещается использование русского языка. Не только в государственных бумагах, просто в быту, в магазине, в аптеке. Запрещаются СМИ, которые не угодны украинскому руководству. И вот в это самое время на Украине появляется новый президент. Посмотрите. Артист, популярный, небедный, талантливый человек. Вы в этом можете сами убедиться. Посмотрите, что он говорил до того, как стал президентом. Здравствуйте! Дядя Игорь, дядя Валя и дядя Саша. Вопреки вашим опасениям сообщаю, что живу я хорошо. Пока живу. Дальше будет еще лучше, потому что уже три недели, как я принят, в Бендеровце. А как иначе? Иначе у нас в Украине карьеры не сделать. Хотя что я вам рассказываю, вы и так все знаете. Зарплата у меня маленькая, но это не главное. Ведь нам разрешили отбирать деньги и имущество у русских. Раньше можно было и у евреев. Но потом пришел главный Бендеровец Коломойский и запретил. Я, например, сейчас учу английский язык, чтобы забыть русский. В этом мне помогают американские наемники, которые у нас тут на каждом шагу. Знаете, я женился во второй раз. На Вадике. Для нас, европейцев, это нормально. Сегодня наш президент, ну, самый главный, который у нас, самый главный президент, Барак Обама, пообещал, что мы скоро вступим в НАТО. Пока, естественно, на правах американского прихвостня. Если есть возможность, друзья, вышлите, пожалуйста, мне книгу Гитлера «Майн кампф». А то у нас разметают. Бывало, утром выхожу на балкон и начинаю делать зарядку. От сердца к солнцу, вот так. Ну, что я вам рассказываю, вы же так что знаете. Это не наше дело, кого народ выбирает президентом. Но тут интересно другое. А почему народ выбирает этого человека, а не другого? Что так заинтересовало людей из тех обещаний, которые давал кандидат в президенты господин Зеленский? Послушайте. Наше наиперше завдание – припинение в огню на Донбассе. АПЛОДИСМЕНТЫ Для того, чтобы наши герои больше не гинули, я готовый на все. И я точно не боюсь принимать сложные решения. Я готовый втрачать свою популярность, свои рейты. И если будет необходимо, я без ваганий готовый втратить свою посаду, чтобы только настав мир. АПЛОДИСМЕНТЫ Но проходит совсем немного времени, и президент Зеленский начинает понимать, что жизнь его и его семьи зависит от нациков, от людей крайне правых взглядов, от правого сектора. И вот уже спустя совсем немного времени он говорит уже следующее. Не все представители людей, люди, есть особи. Угадайте из двух раз, про кого это? Правильно. Про жители Донбасса. То есть есть люди, а есть особи. Вот они. А политики в галстуках и глаженных рубашках продолжают разговаривать, продолжают рассказывать, каким образом нужно добиться мира, каким образом нужно политическим и дипломатическим путем разрешить конфликт. И чем заканчиваются эти восьмилетние переговоры? Заканчиваются они тем, что после визита французского президента Макрона в Россию, где они договорились с нашим президентом о том, что все-таки минские соглашения будут соблюдаться, президент Макрон уезжает на Украину, встречается с Зеленским, тот обещает ему, что все будет именно так, как хочет мировое сообщество, а на следующий день... Сегодня вечером официальный Киев заявил, что не намерен выполнять минские соглашения и вести прямые переговоры с Донбассом. Произошло это спустя всего лишь 20 часов после совместной пресс-конференции Макрона и Зеленского, на которой утверждалось, что вот теперь-то Украина точно приступит к реализации договоренностей, от которых в прямом смысле зависит решение вопроса войны и мира. Причем параллельно с этим, обратите внимание, не услышав от нас ни одной угрозы, Украина начинает накачиваться вооружением. Безостановочно летят самолеты из Соединенных Штатов, из НАТО. То есть продолжая разговаривать о мирном решении этого вопроса, Украина конкретно начинает готовиться к войне. Но не сейчас она начала это делать. В 1991 году, когда в военкоматах люди призывного возраста и офицеры стали подписывать согласие, обязывающие, обязывающие их воевать против России. Чтобы обратить внимание, нас все время шантажируют тем, что Украина будет принята в НАТО. А что это значит? А это значит, что в 39 километрах от нашего города Белгорода могут стоять баллистические ракеты, время подлета которых к Москве 4 минуты. Нормально? Разве непонятно, почему мы категорически против того, чтобы Украина потеряла свой нейтральный статус и стала бы членом НАТО? Нас не слышат. А вы соедините эту возможность вступления Украины в НАТО с теми речами, которые говорили народу руководители Украины. У нас один путь уничтожить Москву. Ради этого и живем. Ради этого и пришли в этот мир, чтобы уничтожить Москву. Уничтожить не просто москалей на наших землях, а черную дыру европейской безопасности, которую нужно стереть с карты мира. Блин, надо брать оружие в руки и мочить этих линкацапов, чертовых, вместе с их руководителем. Я подниму весь мир, как только смогу, для того, чтобы, блин, просто в этой оси не осталось даже выжженного поля. Блин, их расстреливать из атомного оружия. И не надо думать, что этот конфликт существовал только на границе с Донбассом. Какое отношение Одесса имеет к Донбассу? Никакого. А вот 2 мая 2014 года в Одессе в Доме профсоюзов было сожжено заживо 50 человек. Я хочу показать вам небольшой отрывок из нашего тоже «Бессогона», записанного именно тогда, в 2014 году. Это небольшое эссе известного литератора, актера Евгения Гришковца. Послушайте. То, что произошло в Одессе, это такая беда, которую одесситы и украинцы пока даже не могут осознать. Не могут осознать масштабы случившегося. Случилось страшное историческое событие. Несправедливость. Несправедливость. Вот что сейчас меня буквально душит. Хотя я прекрасно знаю, что справедливости как таковой вообще не существует. Но вот в чем странно. Справедливости не существует, а несправедливость душит. Несправедливость одностороннего и тем самым жестокого взгляда на происходящее. И такая же жестокая оценка событий в мировых СМИ. По Би-Би-Си не показали самых страшных кадров, какие я видел за последнее время. Не показали то, как подонки, которые снимали на мобильные телефоны задохнувшихся людей в здании Дома профсоюзов своими мерзкими голосами, говоря между собой по-русски, комментировали увиденные. По СНН не показывали, как закопченных мертвых людей называли неграми, считали трупы и кричали «Слава Украине!». По немецким каналам не было показано радости какого-то подонка, который обрадовался, когда у одного из погибших в кармане сработал мобильный телефон. В Европе и Америке не увидят самодовольного и снятого без всяких сомнений в своем праве насодеянное видео того, как обшаривают трупы, вынимают из карманов убитых то, что в эти карманы положили еще недавно живые люди. Этой дьявольской темной радости не покажут. А мы ее видели. Я это видел. Мне после этого дышать нечем. По идее, это должно было потрясти мир, правда? Нет. Это не заметили. Даже не был никто наказан за это. Я хочу повторить свой вопрос. А где вы были вот сегодняшние плакальщики, пацифисты, борцы за мир, а? Кто-нибудь из вас что-нибудь об этом сказал? Кто-нибудь из вас обратил внимание, заинтересовался, что существует детское кладбище, которое называется Аллея Ангелов? Это кладбище в Донецке, где упокоились маленькие дети шести, шести, семи, восьми лет, убитые обстрелами украинских войск. Вот скажите, что-нибудь дрогнуло в сердце? Отвлеклись вы от себя, от карьеры, от тусовки? Что в это время происходило здесь? А все это время постепенно на границе с ДНР и ЛНР увеличилась группировка украинских войск. Причем большая часть этих войск это вот те самые нацики, тот самый правый сектор, батальон Азов и Иши с ним. Причем не надо говорить, что вы не знаете, куда стреляете. Вот посмотрите на эту фотографию. Это два снаряда, на которых написано все лучше детям, тем самым детям, которые лежат на кладбище на аллее Ангелов. И заметьте, что это уже были не просто наши соседи, говорящие по-русски. За это время более 800 тысяч жителей Донбасса захотели получить и получили российские паспорта. То есть, это уже были наши граждане, которых государство наше обязано было защищать. И, конечно, во время этого нагнетания совершенно естественно, что Россия предложила эвакуировать из при фронтовых территорий жителей, женщин, стариков, детей. Более 100 тысяч беженцев пересекли границу России и были приняты нашими регионами. Ну, а последней точкой в этом долголетнем нагнетании, как бы, снятием с предохранителя спускового крючка было предложение или угроза, считайте, как хотите, господина Зеленского в Мюнхене о том, чтобы Украина вышла из Будапештского соглашения, из договора и получила статус ядерной державы. За отказ от ядерного потенциала в мире Украина получила гарантии безопасности. Того оружия у нас нет. Безопасности у нас тоже нет. Нет и части территории нашего государства, которая по площади больше, чем Швейцария, Нидерланды или Бельгия. А главное, нет миллионов наших граждан Украины. Всего этого нет. Вы понимаете, что это значит? Атомная бомба оказывается в руках тех, кто на снарядах пишет все лучшее детям. Вы можете представить, что ждет не только нас, всю Европу? Опять хочу напомнить. Послушайте. У нас один путь уничтожить Москву. Ради этого и живем. Ради этого и пришли в этот мир, чтобы уничтожить Москву. Уничтожить не просто москалей на наших землях, а черную дыру европейской безопасности, которую нужно стереть из карты мира. Надо брать оружие в руки и мочить этих кацапов чертовых вместе с их руководителем. Я подниму весь мир как только смогу для того, чтобы просто в этой оси не осталось даже выжженного поля. Блин, их расстроить из атомного оружия. Вот вам, рыдающим за мир, пацифистам и людям, которым стыдно за нас, за всех. Я даже не буду комментировать. Я хочу, чтобы вы посмотрели, как было принято известие о сгоревших в Одессе зрителями, находящимися в телевизионной студии. Посмотрите. Из погибших в пожаре в Одессе 15 граждан России, 10 из Приднестровья и ни одного одессита. Мне вопрос. Цивилизованный мир, Европа, Соединенные Штаты, Великобритания, они могли подействовать на украинское руководство, чтобы они все-таки выполнили Минские соглашения? Подействовать. Принудить к выполнению своих обязательств. Экономически, политически, еще как-то. А? Могли. А что вместо этого они делали? Они все это направили на нас. Вы понимаете, вот в истории бывают моменты, когда не и-и, а или-или. Никто из тех, кто, простите меня, сленг, пудрил нам мозги, не мог поверить, что они в конце концов имеют дело с державой. Не с территорией, в которую превратили господин Горбачев и господин Ельцин, а с державой, в которой есть достоинство, слово, которое умеет и может защититься. Им это не пришло в голову. А сейчас я обращаюсь к тем, кому в 2014 году было совсем немного лет. Вот посмотрите, вникните, услышьте, как легко заставить вас верить в то, во что хотят вас заставить верить. Посмотрите, как это делается на мировом уровне, через сети, через интернет, YouTube и так далее. Посмотрите. Новые порции фейков о событиях на Украине в инфопространство вливаются ежедневно. Западные пользователи YouTube даже составили целые подборки подделок, где попросту подменяются даты и факты. И вот уже дети из 16-го года переносятся в настоящее. Взрыв украинского склада снарядов в 17-м году выдается как результат российского удара. А якобы горящий Киев при проверке оказывается горящим китайским городом Тяньцзином, где техногенная катастрофа случилась еще в 15-м году. Чем дальше от Украины, тем сложнее разобраться, что происходит. На испанском канале МСМ решили показать драматичный момент обстрела. Но геймеры легко вычислили кадры из компьютерного шутера Arma 3. В виртуальном пространстве все методы идут в ход. Можно на украинский БТР нанести букву З, будто трофей взяли, а можно показать, как российские солдаты якобы цинично пьют пиво на фоне горящей деревни. Вот только кадр этот из фильма еще 96-го года о войне в Югославии. Для убедительности снимаются видео, где российских пленных, как потом оказывается, играют граждане Украины. А на российские номера телефонов стали приходить спам-звонки якобы с голосом Зеленского. Я вас очень прошу, заберите своих сыновей, своих мужей, заберите домой. Ну хорошо, мало того, что заинтересованные лица хотят и лгут нам, но они еще лгут, допустим, своему верховному главнокомандующему, который с усталым лицом, с легкой небритостью, печально, даже трагично сообщает нам к ему миру о гибели 13 пограничников на острове Змеиный. И награждает их званием Героя Украины посмертно. На нашем острове Змеиный, защищая его до последнего, все ребята-пограничники геройски погибли, но не уступили. Всем им будет присвоено звание Героя Украины посмертно. Вечная память тем, кто отдал жизнь за Украину. На самом деле их было не 13, а 82. и награждать их можно было и не посмертно, а вживую, потому что они благоразумно сдались нашим десантникам. А вот теперь смотрите, пожалуйста, обращение героически погибшего и чудесно воскресшего защитника острова Жмининой. Дорогие граждане Украины, к вам сейчас обращается мертвец, который воскрес, поэтому думайте сами, что, как, зачем, да, почему. То, что нам многие годы, на протяжении восьми лет уже вешают лапшу, я в этом убедился. Когда нас похоронили, когда мы еще живы, дали посмертно награды, которые нафиг не нужны, то у меня просто других слов нету, как сказать, что наше правительство, чтобы не выражаться, просто нехорошие люди, нас просто сдали. Не надо верить украинским новостям, потому что там вот реально идет дезинформация. Я надеюсь на то, что народ, который остался в здравом уме, они прекрасно поймут по последним данным что и как и все-таки соберутся и закончится эта война, потому что она никому не нужна. А вы понимаете, что такое раздать десятки тысяч автоматов просто населению? Мало того, выпустить уголовников, сидящих в тюрьме, в лагерях, и раздать им оружие. Вы вообще можете представить себе, что произойдет? И уже произошло. Сегодня на улицах расстреливают просто так людей, приняв их за диверсантов, врываются в квартиры и под угрозой автомата грабят, грабят магазины, банки. И поверьте, еще очень долгое время, чем бы все не закончилось, эти автоматные очереди будут слышны на территории Украины. Вспомните отрывок из нашего прошлого Бесогона, где я говорил о, так сказать, плачущей элите. Я сделал предположение, почему она плачет, о ком, об украинском народе или о нас. Вспомните. А коллегам моим, которые рыдают сегодня по поводу событий на Украине, я хочу сказать, ребят, а чего вы тогда тут делаете? Езжайте туда, где справедливость, где правда, где, на ваш взгляд, настоящее. Езжайте туда. Почему вы не едете? А потому что там вы тратите деньги, а здесь вы их зарабатываете и платят вам, как правило, государство. Могут сказать, что я ошибаюсь. Вот тогда как можно объяснить пост госпожи Собчак, где она поддержала призыв финансиста Андрея Мовчана к западным странам, чтобы санкции не применялись к нашей оппозиции. Хочется присоединиться к Андрею Мовчану по этому поводу. В общем-то, присоединяюсь. Друзья, меня очень волнует вопрос очевидных санкций на россиян, не имеющих никакого отношения к российской политике или даже активно ей оппонирующих. Я думаю, возможно, среди нас есть те, кто может донести эту информацию до принимающих решения в Великобритании, ЕС и США. Я проглатываю то, что хочется сказать. Ну что получается? То есть санкции против ватников, против простых людей, против промышленности, против космической промышленности, против вообще против нас всех, против спортсменов, артистов. Эти санкции, они, ну, бог с ними. Но нас не трогать. Нас, нас, кто здесь живет, здесь зарабатывает, там тратит деньги и работает на вас, уважаемые правительства Соединенных Штатов, Евросоюза и Великобритании. Нормально? Не могу не напомнить вам фразу, которую, наверное, все уже знаете и слышали, сказанную культовым, культовым человеком, прекрасным актером и прекрасным режиссером, Сергеем Бодровым-младшим. Во время войны нельзя говорить плохо о своих. Никогда. Даже если они неправы. Как бы, даже там, если твоя сторона неправа во время войны, ты не должен говорить о ней плохо. Мне кажется, это очень такой простой принцип, он очень старый, очень примитивный, но это так. Когда ничего не угрожает, когда война кончилась, тогда да, тогда можно говорить. Это сказано даже еще до тех событий, о которых мы говорим. Помните, я в начале передачи задал два вопроса основных, почему это происходит и кому это выгодно. Есть конкретный ответ. Мы тоже говорили это в той передаче, записанной в 2014 году. Послушайте внимательно, пожалуйста, отрывок из интервью профессора Колумбийского университета Пола Кристи. И подумайте о том, как то, что он говорил в 2014 году, соотносится с тем, что происходило потом, в течение всех этих лет. Редакция. То есть Запад не намерен отдавать Украину России? Профессор, а при чем здесь Украина? Останется ли единая Украина на карте мир или распадется? Это не имеет абсолютно никакого значения для решения основной проблемы. Главная задача событий на Украине развести Европу с Россией настолько, чтобы европейцы полностью отказались от сотрудничества с Россией и переориентировали свою экономику на полное сотрудничество с Соединенными Штатами. Главная цель жестче привязать экономику Европы к экономике США, а что при этом будет происходить на Украине, в общем-то, никого и не интересует. Например, договоренности о 21 февраля, когда лидеры украинской оппозиции, представители Франции, Германии и Польши подписались с Януковичем в соглашении о досрочных выборах президента на Украине были заранее обречены на провал. Почему? Да потому что, если бы эта договоренность осуществилась, раздор на Украине мог бы пойти на убыль и тогда ни о каком разрыве экономических связей Украины с Россией не могло бы быть и речи. Следовательно, надо было грубо нарушить договоренности, что и было сделано. И Россия, и Европа должны были стать заложниками полной непредсказуемости и нелогичности действий новых украинских властей. Чтобы разорвать экономические связи Европы с Россией, нужно так сильно запугать европейцев русской угрозой, чтобы они сами пожелали это сделать. Детство массовой информации должны постоянно говорить о росте напряженности на Украине, о насилиях и жестокостях, творимых русскими, чтобы Европа созрела до разрыва. Это было 8 лет назад. Кто-нибудь это слушал? А если слушал, кто-нибудь услышал? Возникло хоть какое-то беспокойство или сомнение? А вот еще одно выступление известного политолога Джорджа Фридмана. Главные внешнеполитические интересы США на протяжении всего прошлого столетия, во время Первой, Второй и Холодной мировых войн, концентрировались на отношениях между Россией и Германией, потому что объединившись, они являются единственной силой, представляющей для США жизненно важную угрозу. И наша главная задача была в том, чтобы не допустить их союза. И вот видя все это, читая, слушая, возникает какой-то ужасный вопрос. Что, вообще нету, что ли, в мире здравомыслящих людей, которые понимают, что происходит, которые могут это объяснить, казалось, что нет, но это не так. Они есть, послушайте. Это ведь НАТО придвинулось до границы России. Эта сфера НАТО придвинулась границам России. И какова цена этому? И не смейте только говорить, что вас не предупреждали. Русские еще 15 лет назад предупреждали. Тогда еще Путин говорил здесь, на этом месте, в немецком Бундестаге. И вы все хлопали в ладоши. Вы игнорировали все предупреждения. И результат этого война в Европе. И вы также в этом виноваты. Посмотрите, какая поддержка словам этого депутата. А вот еще. Я снимаю это каждый день, фиксирую это как свидетельство. У меня нет никаких политических целей. Уже неделю мы говорим об этом конфликте. Но это продолжается 8 лет. 13 тысяч погибших. 13 тысяч люди без сил. И они все жители Украины. И я должна сказать, что они все удивлены, что Европа только сейчас видит ситуацию. В то время, как для них этот конец света, эта жизнь в подвалах, все эти бомбежки. Я снимал не все понимают ситуацию точно, за которой вы следите несколько лет. Вы сказали, и это удивляет все люди украинцы? И вы уверяете, что бомбардировки украинские? Да, абсолютно точно. Бомбардировки градом. Население Донбасса было под прицелом своего же правительства, киевских властей. У меня есть все доказательства. Я могу их предоставить, когда вернусь во Францию. У меня все снято. Это неопровержимо. Вы хотите сказать, что это правительство Украины устраивает эти бомбардировки? Да. Но это все слышат порядочные люди, здравомыслящие, которые не живут двойными стандартами. А что делать, когда руководитель большой страны, мощнейшей страны, по крайней мере в Европе, Германии, канцлер Олаф Шольц с трибуны публично говорит, что геноцид на Донбассе это смешно. Он переходит к аргументу, что в Донбассе происходит что-то вроде геноцида, что реально смешно, скажем это прямо. Это говорит немец. Германия освобождена от того, что она творила в нашей стране, когда миллионы людей были загублены, расстреляны, удушены, погибли в лагерях, сожжены. Но отдельно господину Шольцу я хотел бы напомнить фразу, которую, может быть, он не знает. ее произнес первый канцлер Германской империи Бисмарк. Вот послушайте. Я знаю сотни способов вытащить русского медведя из берлоги, но ни одного, чтобы загнать его обратно. Бисмарк понимал, что он говорит, господин Шольц. А задача-то как раз именно в том и состоит, чтобы загнать его обратно. Вспомните один из наших бесогонов, где мы приводим слова Збигнева-Бзижинского. Однажды он сказал, что новый мировой порядок при гегемонии США создается против России, за счет России и на обломках России. А подтверждением и предупреждением являются слова как бы завещания Слободана Милошевича, который сказал вот что. Русские, посмотрите на нас и запомните, с вами сделают то же самое, когда вы разобщитесь и дадите слабину. Запад, цепная бешеная собака цепится вам в горло. Братья, помните о судьбе Югославии и дайте поступить с вами так же. Теперь, если вот по большому счету для тех, кто может и хочет рассмотреть проблему не в сиюсегундном моменте. Вот лично я уверен, что это не война России с Украиной, это не война России с Европой, с Америкой. Нет, это не война за демократию, в которой нас хотят убедить наши коллеги. Нет, это глобальная и, может быть, последняя попытка наступления западной цивилизации на русский мир, на православную этику, на традиционные ценности. человек рожденный или живущий по законам этой этики и этих традиций, никогда не согласится с тем, что нам хотят предложить. Начиная от освящения в церкви однополых браков, то легализации фашизма. Война это ужасно. Я не знаю здравомыслящего человека, который считает, что война это хорошо, но и Украина, и Соединенный Штат, и Европа начали готовить эту войну в 1991 году. Посчитайте, сколько это лет. И именно поэтому, когда российская разведка получила неопривержимые доказательства, что назначен срок, время и место вторжения украинских войск на Донбасс, было принято это непростое решение. И выхода из этой ситуации было два. Или мы себя отстоим, или нас не будет вообще. А вот сомневающимся я хочу подарить одну мысль, сказанную мне одним умным человеком. Послушайте, лучше быть повешенным за верность, чем за предательство. А в заключение я хочу сказать вот что. Посмотрите на лица пленных солдат ВСУ, которых специально привели на аллею ангелов, про которые мы говорили. Туда, где похоронены убитые ими дети. Ну, а нашим ребятам, которые сейчас там находятся, я могу сказать одно. Где бы вы ни были, вы защищаете свою родину. Вот и все на сегодня. Всего доброго. до новых встреч. Я жду вас. субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok